Товарищ президент, представляется на должности руководителей местных органов власти. Следующий кандидат. Валеват Юрий Николаевич представляется на должность первого заместителя председателя Гродненского областного исполнительного комитета. Курленко Денис Николаевич представляется на вакантную должность заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета. Захарчук Дмитрий Иванович на должность председателя Вороновского районного исполнительного комитета. Бабырь Игорь Михайлович представляется на должность главы администрации Ленинского района города Гродно. Проверка и изучение всех кандидатов проведены, сведения, имеющие значение для принятия решения, отрицательных не получены. Ну что мне говорить вам и настраивать вас на какой-то лад. Вы люди от земли, многому нас жизнь научила, особенно в конце последнего года. Поэтому выводы мы должны все сделать из того, что произошло. Хорошо, что это случилось. Мы знаем кто и что, с кем можно работать, с кем нельзя. И сами можем сделать определенные выводы на будущее, потому что недостатка у нас хватало у всех. Нам надо обратить на это внимание. В обл. исполкомах, в районах, конечно, надо поторопиться. До 9-го надо закончить посевную, в основном, чтобы там остались клочки, кукуруза твоя там на Силос или еще на что-то. Поэтому в этом плане затягивать не надо посевную компанию. Как говорят, день год кормят. Это действительно так. Поэтому тут понятно. Обратите особое внимание, у вас три человека в Гродно. Ты и еще твой коллега, Октябрьский, Ленинский, ну и горы с полком. Обратите внимание, чтобы у вас был порядок в Гродно. Ну а вообще ситуация, вот с твоей точки зрения, опытного человека в Гродно. То есть опасений не вызывает она у вас? У меня нет. Я вижу, что уже пошло очень резко на спад. Продолжение следует...